Друзья, всем привет, вы слушает SDCast, 61 выпуск, с вами, как обычно, в этой виртуальной студии я, Кейс Даймон. Сегодня у меня в гостях Павел Аргентов, практикующий FP-программист, как он сам себя назвал. Паш, привет! Привет, доброго времени суток. Ну, по традиции, расскажи чуть больше, так сказать, о себе и как ты вот стал или был есть практикующим FP-программистом. Да, я был есть и я буду есть. История такая, я как бы для многих программистов уже человек в возрасте, то есть мне вот 45-й год, но, в общем-то, что такое возраст в нашей профессии, это всего лишь, ну, некоторый экстра багаж знаний. То есть я чуть-чуть больше лет в профессии, чуть-чуть больше всего повидал хорошего и плохого, вот. И поэтому, как бы, вот этот опыт, он складывается со временем, и можно что-то там, какие-то штучки очень интересные вспоминать и иногда даже использовать в существующем опыте. Так я сейчас занимаюсь веб-девелопментом, работаю на Ruby on Rails, но временами еще, конечно, запускаю пальцы в любимый FP, которым я, к слову, занялся в начале нулевых годов, когда работал в телекоме. В телекоме я проработал в общей сложности где-то лет чуть больше десяти. До этого доводилось работать в банках, конкретно в Сбербанке, откуда пришлось сбежать, потому что там на каком-то этапе просто запретили думать программистам. До этого я занимался написанием софта исследовательского в научной лаборатории, в которой я был еще студентом, а потом был почти аспирантом. Примерно так, вкратце, во что углубляться я даже не знаю, по дороге что-нибудь вспомним. Да, но мы сегодня в основном хотели поговорить как раз-таки про FP и о Камбл в частности, к коим ты интересуешься, есть чего там рассказать. Да, да не только интересуюсь, даже что-то у меня работало когда-то из этого. Ну давай, наверное, начнем с небольшого такого, что называется, исторического эксорса, потому что вдруг кто-то из наших слушателей только слышал такое словосочетание, но немножко, может, поподробнее. Да, да, конечно. Ну, для слушателей, которые, может быть, что-нибудь слышали, я скажу такое, что обычно Акамбл – это такой язык, о котором в современном мире обычно люди слышат довольно мало. Потому что язык, он такой не хайповый и характерен тем, что на нем пишут свои быстрые, надежные, компилированные, мощные, функциональные программы, какие-то таинственные системные гномы, которые живут в каких-то пещерах. Что-то там такое разрабатывают, сильно надежное, и почти никто не знает, что и как, и на чем они это разрабатывают. Разрабатывают они это на замечательном, совершенно функциональном, компилируемом, системном, даже в некоторых местах, языке программирования Акамбл. У языка этого история уже, наверное, порядка сорока лет, то есть, язычок уже такой почтенного возраста. Ну, в общем, да, не сравнить с некоторыми. Ну, да, собственно, ты знаешь, на самом деле с некоторыми сравнивать-то и вовсе не обязательно, потому что молодой язык в наше время вовсе не означает сырой язык, потому что Академия все время подбрасывает нам всяких умностей в нашу профессию. И ребята, которые создают языки сейчас, это вовсе не обязательно. Нет, нет, безусловно, я согласен с тобой, что сейчас там некоторые языки есть, которые, они созданы с багажом тех знаний и опыта, там, ну, какого-то, и взглядов на каких-то другие, и поэтому молодой совсем не значит плохой, согласен. Безусловно, безусловно. Но, когда мы говорим про язык, ну, скажем так, вежливо зрелый, да, всегда приходится разговаривать о нем с некоторой такой долей извинения в голосе, что, ну, ребят, ну, извините, вот. Ну, так получилось, что вот 40 лет уже, вот мы сидим и пишем на этом языке. И как-то вот, ну, иногда некоторым даже неуютно об этом говорить, но, тем не менее, но, тем не менее, но, тем не менее. Пара слов для затравки, да, что такое Акамль. Значит, Акамль пишется как O-C-A-M-L. Это язык, функциональный, наследующий в своих принципах философских, хорошо всем известному доброму старому лиспу, который, как известно, философски являлся, как шутят историки языков программирования, являлся не плодом деятельности комитетов, а плодом размышлений одного конкретного человека, Джона Маккарти. Многие языки, современные, которые мы знаем, имеют за собой некоего яркого визионера, который вот взял его и создал. Ну, да, все сразу вспомнят там про Гвида, безусловно. Про Гвида, да, про Мацумото, это создатель Руби, да, если что, про… Да даже этот самый Джаваскрипт всем небезызвестный. Да, Джаваскрипт всем небезызвестный. Си, Кёрниган и Ричи, да, то есть, бессмертные наши пророки. Ну, да, да, да. Да и С++ тот же самый, в общем-то, Страуструб, да. Это же Страуструб, да. Вот. Здесь маленечко другая история. То есть, конечно же, за камлем стоит несколько ярких имён. Сейчас мы их перечислим. И я сразу готов поспорить, что мало кто их запомнит, потому что имена-то все французские. Вот. Есть, правда, несколько имён известных. Значит, смотрите, как примерно шла историческая линия, которая привела к современному Акамле. В 70-е годы Робин Мильнер разрабатывает некий такой стандарт языка, который он называет ML, металэнгвич. То есть, это такой как бы своеобразный диалект лиспа, избавленный от бесконечных открывающих-закрывающих скобочек, как бы осмысления синтаксического дерева. Главным образом, преобразование лиспа в некоторый такой язык, который, если записать его хоть на бумаге, хоть на консоли, можно будет воспринимать как некое логическое высказывание, некую фразу. К 1980 году созревает компилятор уже для этого языка. Вот возникает вот эта вот аббревиатура ML. Надо сказать, что вот этот вот ML, вот первоначальная вот эта вот вещь, я не историк языков программирования, сразу скажу, не теоретик языков программирования, поэтому могу допускать ошибки в своем описании. Ну, так или иначе. Так вот, ML, он стал таким вот смысловым стандартом, семантическим, я не знаю, как это еще называть, как это машинные лингвисты называют, таким вот мыслительным стандартом языка программирования, на базе которого в дальнейшем пошло очень кустистое такое, ветвистое развитие различных языков. И вот известный, например, сегодня нам хаскель или даже какой-нибудь синтаксический сахар типа кофе-скрипта, это, в общем-то, детишки вот из этого же гнездышка ML языков. То есть, когда у нас некоторая логическая конструкция записывается фразами, вот уже многим знакомая вот этой лесеночкой такой вот, что зачем, что к чему, когда функция, за ней идут без запятых, но через пробелы, за функцией идут ее аргументы и так далее, и так далее. Это вот как раз в 70-е годы Робин Миллер, Робин Миллер, мы еще эту фамилию вспомним чуть попозже, да, это один из отцов знаменитой системы типов, вывода типов Хиндли Миллера, то есть, человек, который тоже вот внес все, что только можно в наше современное программирование. И так вот с 70-го по 80-й год возникает вот этот вот ML, первое такое. Затем в 80-е, уже в 80-е годы, Гикузино добавил в ML в этот язык алгебраические типы данных, добавил, ну, алгебраические типы данных, это такие типы, которые, ну, проще всего представить обычную сишную структуру. То есть, тип, который состоит из каких-то сложных там вещей, ну, может, можно его, и выписать его можно как алгебраическое выражение, так они называются, алгебраические типы. Сопоставление с образцом или паттерн-матчинг, я даже не знаю, что я чаще говорю, чаще я, конечно, говорю в быту паттерн-матчинг, потому что это проще. Все люди, кто работал хоть с какими-то функциональными языками в современных функциональных языках, это вообще стандарт де-факто, паттерн-матчинг, будто там, сейчас, боюсь, не совру. Скала, например, поддерживает это, ну, ML-языки все поддерживают, паттерн-матчинг, акамль, хаскель, то есть, это способ работы с выражением и с типом какой-то сложной структуры при помощи специального выражения, при котором у тебя сразу получается, ты как бы одновременно пишешь код, который описывает твою структуру данных и одновременно вытаскивает из нее значения в какие-то переменные, которые ты затем будешь использовать в вычислении. Вот. Тогда же, в 80-е годы, кроме всех вот этих вот нововведений, алгебраических типов сопоставлений с образцом, появляется так называемая категориальная абстрактная машина, или CAM, C-A-M пишется по-английски. Что это такое? Знаешь, я очень тяжко себе представляю, что это такое, потому что это вот математики, которые создают специальные языки программирования для себя, вот, а ML-э это не совсем про это, ML, он все-таки был больше про логику, его логики как бы для себя создавали, а вот математики, например, создавали для себя язык хаскель. Вот они очень умные, они все PHD, и они тебе могут в двух словах объяснить, что это такое. Ну, в общем, там, это некая абстрактная машина вычислений, которая работает в качестве керосина, она потребляет теорию категорий. Понятно, да. Вот, у нас есть абстрактная машина тюринговская, да, например, она в качестве керосина потребляет хвостики из циферок, вот, и работает как инженерная машинка такая, поехала взад-вперед, туда-сюда, вот, а категорийная абстрактная машина, она вот потребляет сложную математическую теорию, теорию категорий, там, какие-то морфизмы, какие-то категории, штуки. Очень много умных людей это все знают, но я не из них. Значит, затем получается так, что разработчики языка ML, Metal Language Data Login, они приспосабливают этот ML к созданной уже вот этой категорийной машине, и новый язык называют CamML. И в этот момент рождается вот уже современное слово Camel, или Camel, произносится по-английски Camel, и, собственно, все эти аллюзии на верблюдов. Ну, все понятно, да, логично, откуда они следуют. Ага, вот, в 90-е годы, в 90-е годы в Camel, уже в сформированном вот этом языке, появляется главное имя Camel всех времен и народов, Ксавьей Лерой. И он со своим коллегой Демианом Долигизом выпускает новую реализацию, которая называется Camel Light. Это первая промышленная реализация языка, то есть на которой уже можно что-то разрабатывать не только себе в стол и на доску для студентов, а уже что-то в работу, в промышленность. В этой реализации они, ну, реализация была написана на C сама по себе, там использовался байткодовый интерпретатор, использовался сборщик мусора, который и поныне, по-моему, почти неизменный в Camel остается. Очень, кстати, быстрый, там генеративный сборщик мусора используется, он очень шустренький, вот, в отличие от, например, Хаскельного, который может себе застопить приложение на секунду, внезапно начнет там собирать, а Камлевский очень быстро работает. Хотя это порождает некоторые проблемы, о них немножко позже. А также ребята сделали стандартную библиотеку и кучу других уже прикладных библиотек, и, в общем-то, язык стал уже рабочей лошадкой. Вот с тех пор, с 90-х годов, он вот так вот работает в разных отраслях, как такой вот быстрый, компилируемый, почти системный, ну, почти системный, я говорю по слову почти, я говорю только из-за того, что словом системный я привык называть только язык C, ну, может быть, плюса в какой-то степени. Ну, как-то да, так, мне тоже кажется, что так. Да-да-да. Ну, просто, знаешь, я когда читаю различные статьи по языкам программирования, я наблюдаю, что, например, ребята, продвигающие какие-то новые языки, очень любят ставить эпитет системный, как только он у них начинает компилироваться в бинарный код. Вот, то есть, ребята создали Гошеньку, да, Гошенька стала компилироваться в бинарный код, и в Гошеньке сразу в мануале. Гошенька – это быстрый современный системный язык. Там, создали ребята Rust, и тут же Rust скомпилировали, запустили, он им регистры показал, процессор с ходом. Вот, и они такие, ой, системный язык. Вот, поэтому, как бы, чтобы не затирать термин, я так вот говорю, что да, он почти системный, намекаю на то, что да, он тоже бинарно компилируемый, быстрый. Вот, но пока без наглости, не будем, значит, не будем наглеть, не будем говорить, что на нем прямо операционные системы пишут, хотя пишут, но об этом немножко позже. Так вот, в те же 90-е годы тот же самый Лерой и Долигес, они занялись тем, что создали компилятор языка уже в машинный код. И, надо сказать, очень хороший нативный компилятор, изначально он был 386-ю архитектуру, у x86, позже, забегая вперед, скажем, что позже, конечно, был написан и AMD64-я версия. Ну, логично, конечно. В настоящий момент, в настоящий момент времени Акамль компилируется под всё. Ну, а армы, соответственно, да. Армы, PowerPC, Spark, то есть, можно найти, вот, зайти на уютненький сайт Акамля, там есть ссылочки на всё это, то есть, ну, я не могу себе представить, может быть, есть какие-то вещи. А, даже существует диалект Акамля рабочий, причём вполне себе рабочий и применимый, даже для микроконтроллеров. Это кто-кто без, так сказать, FP, даже до микроконтроллеров жить не может, и для них тоже всё есть. Видишь ли, философия FP, она сама по себе довольно интересная штука и заслуживает отдельной длинной беседы. Вот, вряд ли стоит на это заезжать очень серьёзно прямо сейчас. Да, я думаю, что сегодня... Но, я скажу так, немножечко, это кусочек опять потрясу алдой и скажу кусочек своего опыта. У меня получилось так, что, естественно, на программирование, как бы, ну, на промышленное программирование я заезжал со стороны C, и даже не плюсов, а просто C. Вот, потому что плюсы мне показались очень громоздкими. Ну, кто, я же, видишь ли, в чём дело, я самоучка, вот, в плане программирования. И, так сказать, у меня не было доброго профессора и классных лабораторных работ, где мне бы вот так вот прям бы всё на пальцах рассказали. Поэтому я очень долго заезжал, на самом деле, в своей жизни в область объектного программирования. Вот только когда Руби в руки взял, я более-менее понял, что там, к чему. А до этого как-то вот совсем никак. И мне было проще в нулевые годы, да, мне было проще зайти на именно FP-программирование именно в виде камля, потому что он как-то легко схватывается. То есть, ты понимаешь, что ты оперируешь теми вещами, которыми ты привык оперировать. У тебя есть функции, у неё есть аргументы, ты объявляешь эту функцию, ты там работаешь с этими аргументами. Ну да, да, привычный такой согласен. Абсолютно привычная вещь. И долгое время ты не загоняешься какими-то сложными вещами. То есть, ты можешь начинать писать рабочий код, твой код уже работает. Пускай это обычное, доброе, старое процедурное программирование, которое ты заворачиваешь вот в этот синтаксис. Во-первых, синтаксис сам довольно, ну, на мой взгляд, довольно читаемый. Тут уж, конечно, на вкус. Конечно, на вкус. Мне вот нравится, когда нет фигурных скобочек, да, кому-то не совсем. Вот. Ну, я на Лиспе писал, знаешь, меня ничем не испугает. Вот. Потому что не говоря о бейсике. Кто на бейсике писал, тот над языками программирования не смеется. Не смеется, да. Вот. Так. Вот. Так вот, ML в 90-е годы, а Камль, да, точнее не Акамль, а тогда еще просто Кэмл он назывался, он оброс вот этой вот системой библиотек, хорошими компиляторами. Разработал, была разработана система модулей, которая до сих пор в Акамле является абсолютно непревзойденной, замечательной, ей даже хаскилисты завидуют. Система управления вот этой раздельной компиляцией, вообще вся семантика модулей, долго об этом можно рассказывать. Для интересующихся всегда можно зайти на сайт. К слову, Акамль очень хорошо документирован, там можно очень хорошо все почитать. Вот. И познакомиться с тем, что там у Акамля есть как бы специальный мета-язык, который позволяет работать с модулями как с обычными функциями. И параметризовать их, и получать там из них дочерние модули, и так далее, и тому подобное. В общем, целая отдельная история. И вот в конце 90-х годов у нас в этом самом Камле, который еще Камл Лайт, по-моему, да, у нас к этому времени, да, где-то в 96-м году Дидье Реми и Джером Уйон реализовали для Камля совершенно замечательный объектно-ориентированный слой. Поддержка объектов очень стройная, очень эффективная. Сами авторы хвастаются, что она больше соответствует и ETF-ам, и OOP-шным, чем те же Плюса или какая-нибудь Ява. А чтобы так коротко и более-менее понятно об этом сказать, объектная система в Акамле, она позволяет работать не только с классами, но и с объектами как таковыми. Брать их, вертеть их, расширять их, работать именно с ними, делать анонимные какие-то... Ну, делать, знаешь, какие есть анонимные функции? Там лямбточки какие-то. Так можно создавать анонимные объекты, за которыми не стоит класс, а вот ты пишешь спецификацию объекта, он у тебя родился и пошел работать. И он уже объектно-ориентированный объект. То есть, ближе всего это, наверное, к тому, что в JavaScript есть у нас. То есть, есть определенная теория о том, что JavaScript – это, наверное, один из самых объектно-ориентированных языков, именно из-за того, что в нем можно работать именно с объектами. В отличие от классно-ориентированных языков, типа плюсов там Явы или Руби, или Питона, не будем обижать питонистов, неупоминанием их языка. Так вот, в Акамле, в Objective-Камле, который тогда получает в конце 90-х годов вот это название по приставку Objective-Камль, похоже на Objective-C, там еще все такое. Вот Objective-Камль, он становится одним из таких вот языков, у которых наиболее изящно и интересно реализована эта объектная система. При этом она реализована, насколько мне известно, я не углублялся, только читал, за что купил, за то и продаю документацию. Она реализована не совсем так, как реализована во многих других объектных языках. Там не реализован Message Passing, а там, скажем так, объектная система сделана максимально приближенной к доброй вот этой проверенной годами функциональной платформе. То есть там создаются некоторые таблицы функций, которые вызываются. На поверхности это все выглядит так, что вроде ты работаешь с объектно-ориентированным языком, но он внезапно быстрый, шустрый, и у него по-прежнему сохраняется жесткая проверка типов и минимальное количество рантайм-мероров из-за этого. Ну, 90-е годы для Objective Camel являются таким вот, наверное, пиковым моментом роста и разработки внутри себя. И в 2000-е годы язык уже входит совершенно зрелым промышленным языком, который все используют в соответствующих нишах. А ниши – это, ну, например, финансы, финансовая автоматизация всевозможная, телеком, вот я лично в телекоме использовал как раз в нулевые годы, писал компоненты для кастомного биллинга в телекоме. То есть везде, где нам необходимо получить скромный по запросам к памяти быстрый бинарник. И в то же время, чтобы у тебя не было с кодом той шутки, которая, как нам известно, существует про язык программирования C. То есть C – это язык программирования, который сочетает скорость ассемблера с удобством ассемблера. То есть Акамель – это уже язык… Да, Акамель, вот именно название Акамель, это уже продукт 2000-х годов, когда постепенно программисты обленились совсем и перестали выговаривать Objective Camel, а просто стали писать о Камель. Да, и вот так он у нас и существует. И существуют фирмы, которые уже почти 20 лет используют этот Акамель в своих целях, в своих нишах, и делают это совершенно замечательно. К слову, чтобы так вот, о нишах маленечко… Если что мы зацепились за это слово… Ну да, коль зацепили, да. Да, в нишах, конечно, не только системные какие-то сложные вот эти… Точнее, как бы это назвать-то такие странные системные вещи делаются на Акамле. На Акамле можно вполне себе делать и веб-девелопмент. Существуют для этого соответствующие библиотеки, даже фреймворк. А фреймворк – это вообще для Акамля слово фреймворк – это само по себе очень интересное слово, потому что на самом деле это не фреймворк, а специальный язык, который написан. Дело в том, что у Акамля очень богатый, прямо из коробки идущей с языком, очень богатый инструментарий, позволяющий делать лексеры, парсеры, АСТ, всякие преобразователи, синтаксические навороты и прочее-прочее, которые очень быстро позволяют создавать… Во-первых, создавать DSL всевозможные, DSL полезные для самого разработчика, позволяют создавать прикладные языки, при помощи которых можно работать уже с программой, написанной на Акамле, вовне, так сказать, скриптовые какие-то изводы. А также он позволяет… То есть, на Акамле очень легко создавать тулзы для довольно сложной и мощной работы с другими языками программирования. То есть, если хочешь, реализуешь себе что-нибудь. И такие примеры есть успешные, об этом чуть позже. Вот. Давай теперь, если этого можно… Ну, может быть, ты вставишь пару слов, а то я всё трещу, трещу, трещу. Да не-не, нормально, ты прям только слушать. Потому что по истории языка я как бы закончил кусок лекции. И теперь я хотел бы пробежаться галопом по основным концепциям и парадигмам языка. Давай, давай. То есть, очень быстро, очень тезисно. Итак, номер раз. Язык программирования функциональный, стриктовый. И имеет все вытекающие из этого последствия. То есть, у нас имеются функции. То есть, язык состоит из выражений. В нём нет стейтментов. В языке есть выражения. Это у нас как expressions. Язык состоит из выражений. Выражения состоят из объявления и вызова функций. А также связывания переменных. Объявлений этих самых переменных. Всё, что мы с вами можем знать и читать, читали когда-либо о каких-либо функциональных языках, всё в Акамле присутствует. В том числе функции являются в нём гражданами первого сорта. Или first class functions. Да, функции первого порядка. Да, функции первого. Сложно переводить. На самом деле, технический перевод вот этих вещей – это отдельный вид спорта. То есть, функции, я их называю гражданами первого сорта. То есть, функции можно точно так же, как любые другие значения, передавать другим функциям. Их можно вызывать не со всеми объявленными аргументами, а только с частью этих аргументов. То, что называется в FP-программе. Каринг. Каринг, да. Каринг или partial application. Частное применение функций. Всё это есть. Лексические скоупы и связывание переменных – это то, что все нормальные люди ждут от всех нормальных языков. То есть, переменная всегда, будучи объявлена, будучи связана, она живёт внутри того лексического скоупа, который создаётся тем выражением, в котором эта переменная связана. То есть, это то же самое есть. Кто знаком с Haskell, это есть и в Haskell. То есть, это конструкция let in. То есть, let переменная равняется значение in. И дальше всё, что идёт за словом in – это весь тот скоуп, в котором будет жить вот эта переменная. Таким образом, когда мы видим текст программы, мы всегда очень чётко себе представляем, где у нас что живёт, какая переменная здесь видна, какая не видна. И видно это достаточно невооружённым глазом, даже без синтаксической подсветки. Отдельный язык типов существует. Естественно, язык Акамель, как и все ML-языки, это язык со строгой типизацией. А, кстати, да, я по поводу слова «строгий» и сразу вспомнил, что забыл сказать. Язык у нас является строгим, то есть, стрикт-языком. Как ещё я называю? Ещё я слышал слово переводить как «энергичный язык». Вот есть ленивые языки. Например, Haskell, он по умолчанию ленивый. То есть, ты что-то там объявляешь, ты объявляешь, 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 объявляешь. Но это как бы такое некоторое абстрактное облако псевдонимов. И только тогда, когда у тебя пошли конкретные вычисления, эти псевдонимы из этого облака вытягиваются и превращаются в какие-то конкретные значения. В Акамле всё не так. В Акамле всё проще в том смысле, что более традиционно, то есть, точно так же, как и в C, точно так же, как и в JavaScript, или в Ruby, или в Python. Есть объявление, тут же проинициализировалось, всё попало. То есть, идёт текст, и по тексту сразу идёт как бы… Я вот не будучи таким сложным теоретиком, я вот чисто как инженер вот так это формулирую. То есть, вот идёт текст, и по тексту у тебя всё прям сразу и образуется. И тебе в этом языке достаточно просто и легко понимать, что и где, и как у тебя образуется. Из этого ты сразу можешь рассуждать о тех оптимизациях, которые тебе нужны будут в программе. И всё на свете. Возвращаемся к типам. Поскольку язык у нас статически типизированный, и вообще, скажем так, статическая типизация, строгая статическая типизация, это является настолько такой, знаешь, библейской добродетелью функционального программирования, что люди, которые в функциональном программировании живут всю свою жизнь и не бегают на сторону во всякие руби и питоны или джаваскрипты, они просто не понимают, как вообще можно жить вообще иначе. То есть, всегда должен быть какой-то тип, которого именно этого типа у тебя будет вот это выражение. И компиляция, которая из всего этого растёт, она получается очень такая умная, очень не всегда быстрая, но всегда очень умная и всегда предупредит тебя, прежде чем ты выстрелишь себе в ногу там куда-нибудь. Так вот, типы, как и у всех ML-языков, у Акамля, то есть, как у Хаскеля, у Акамля, естественно, существует собственный язык определения, объявления. Правильно сказать, объявления, потому что декларативный язык. Ну да, объявления. Да, объявления типов. И в сущности, даже ты занимаешься тем, вот когда разрабатываешь программу на Акамле, ты занимаешься тем, что ты создаёшь себе образ тех типов, которые тебе нужны. Ты можешь нарисовать их на доске, на бумаге. Потом ты в консоль переносишь всю эту историю, объявляешь эти типы. И для типов определяешь то множество действий, которые с этими типами происходят. То есть, собственно, функции. К этому же относятся, кстати, язык модулей в Акамле. Каждый модуль это некоторый тип или типы. И определённые для этих типов множество действий. Ближе всего это, наверное, кстати, между прочим, это довольно близко к объектному программированию, на мой взгляд. Когда мы тоже объявляем какие-то классы. И определяем, что и как с этими классами можно делать. Так что, в принципе, здесь никакого, как бы, ничего эзотерического здесь совершенно нет. Ну, то есть, по сути, получается, у тебя модуль, да, если я так правильно понимаю. Да. То есть, это не просто там, как в других, не знаю, обычных языках, возвращение некого объекта, у которого есть какие-то, так сказать, атрибуты, методы, свойства именованные. А именно, набор таких действий, которые ты делаешь, которые, на самом деле, по факту, в этом модуле как-то тоже объявлены, я так понимаю. Ну, да, 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 да. Да, конечно. Это, на самом деле, действительно всё очень друг на друга похоже. И всё, на самом деле, очень близко. И все те же самые солид-принципы, которые нам известны из объектного программирования, они применимы и здесь, допустим, в FP на Акамле, именно из-за того, что, ну, в сущности, ты занимаешься тем же самым. Ты создаёшь модуль, в котором у тебя существует некоторый тип или некоторое множество типов. Там существуют функции, объявленные внутри этого модуля, они вызываются через точечку в синтаксисе программы. И у тебя получается, как бы, ну, вот такая вот осмысленная конструкция, в которой ты точно знаешь, где у тебя что находится. А самое главное, ты знаешь, что в результате операции у тебя выходит что-то именно нужного тебе типа. И там, где у тебя интеггер, у тебя не выскочит стринг внезапно или что-нибудь ещё такое. Ну да. И твоя программа не взорвётся сама собой, без твоего на это желания. Конечно, поскольку Акамль, он содержит в себе не только чистые функциональные сферические вакууме, парадигмы, как, например, Хаскель, а также в сам язык встроена императивная подсистемка небольшая, там можно писать императивные программы, то есть можно ставить точечки с запятой, которые на самом деле не совсем точечки с запятой, а такие специальные монады, но это уж потом. Это, скажем так, это уже более другое, мне даже не хочется на этом заостряться, потому что в такие глубокие глубины даже я редко возил. Ну да. Так вот, есть возможность всегда сделать что-то быстрее, чем красивее, и всегда есть возможность, поскольку язык достаточно хорошо там компилируется в бинарник и всё такое-такое, всегда есть возможность, конечно, выстрелить себе в ногу, но для того, чтобы выстрелить себе в ногу на таком хорошем языке, как Акамль, нужно как бы специально спросить у него на это разрешение и сделать такой специальный код, который ты точно узнаешь и который даже если выстрелит себе в ногу, ну точно уже по твоему желанию. Что ещё? Про объектно-ориентированный слой мы немножечко уже поговорили. Язык модулей я упомянул. Да, инструментарий для синтаксического расширения тоже мы, в общем-то, всё как бы уже прошли. Отдельно чуть-чуть парочку слов про всякие классные хипстерские тулзы, типа, например, пакетных менеджеров. В Акамле их есть. То есть, все мы знаем прекрасно, что все лучшие языки программирования у нас всегда создаются как замечательные красивые штуковины, которым поди-ка ты собери, поди к каким-то библиотеке к ним присоединяй. Рано или поздно в любой уважающий себя язык обзаводится пакетным менеджером или несколькими, чтобы управлять библиотеками и чтобы это было всё удобно компоновать и связывать, и образовывать уже программы. В Акамле такая штука тоже есть. Она называется OPAM. По-моему, Акамель Пакетж Менеджер. Ну да, похоже сразу так напрашивается на шифровочках. Да, да, да. И, в общем-то, у него есть сайтик свой. Туда можно зайти и сразу посмотреть, и сразу понять, что это обычный, совершенно не экзотический, а обычный, всем привычный пакетж менеджер, который позволяет ставить нужные тебе библиотеки, позволяет настраивать или даже пересобирать компилятор под собственную нужду. Больше всего это похоже, ну, а что далеко ходить? Ну, вот НПМ. То есть, всё, что мы можем себе представить из цивилизованных языков. НПМ, ГЕМ из Руби. ГЕМ, да, но из Руби, конечно. Скажем так, АПАМ, вот если говорить на языке Руби, то АПАМ – это как бы ГЕМ и Бандл в одном флаконе. Есть там ещё специальная такая подсистема ОАЗИС. ОАЗИС, так пишется, такая аббревиатура. Она как раз-таки больше, наверное, про бандлинг, именно про изоляцию зависимости твоего кода. Есть такое модное слово – изоляция зависимости. Определение зависимости, изоляция зависимости. Ну, в целом, я хочу сказать, что эти тулзы все в Акамле тоже есть. Более того, у них очень красивая псевдографика. Если, дорогие наши слушатели, когда-нибудь отважатся поставить Акамле, вот эти штуки, они не будут шокированы тем, что это какая-то лысая консольная штука, которая, в общем-то, только какие-то странные буквы выдаёт. Там очень красивая псевдографика, а в маковской консоли даже маленькие верблюдики рисуются. Ох, фантастика. Да, вообще красота. Вот. Ну, давай, наверное, теперь немножко, может, поподробнее поговорим про сферы применения. Ты уже так вначале немножко обмолвился, что, в общем-то, и с одной стороны мы с тобой там говорили про всякие лексические анализаторы, парсеры и, как бы, да, вот такие задачи где-то разбора там какого-то парсинга текста, как одно из таких, ну, понятных применений. Но вот что-то ещё там, да, там финтех, ты говоришь, где-то там есть. Ну, чуть-чуть, может быть, расскажи поподробнее, где ты чего знаешь. Ну, давай тогда мы сделаем вот что сейчас. Тогда у меня есть, конечно, заготовленная фраза о том, что де юре, любые задачи, связанные с построением быстрых, компактных, надёжных систем, вот это вот всё финтех, есть блокчейны на Камле делают, там, криптографию, всё на свете. Всё, что надо делать быстро и желательно не зажористо до памяти. А Камле для всего этого подходит. Должен сказать, что де-факто у Камля есть проблема, пока ещё не решённая, это проблема с многоядерным параллелизмом, или мультикор-параллелизм, да. То есть, то, что есть из коробки, например, в ГО, вот у Акамля этого из коробки нет. Хотя существуют отдельные библиотеки, отдельные попытки сделать всякие интересные штуки, распараллелить как-то по ядрам. Ну, возможно, Бяка это растёт из той истории, что Акамль как язык уже развился и установился в ту эпоху, когда ещё физического параллелизма не было как такового. Ну, конечно, это что-то 40 лет, и там даже до начала 2000-х, по сути, о каких-то многоядерных вещах-то у каждого. Совершенно верно. Я помню, вот в 90-е годы, например, единственная система, где хоть как-то была реализована, например, банальная мультитредовость, то, чего сейчас без чего вообще ничего, как бы. Это была, имею в виду на уровне операционной системы, это была Санось. Сановская. Вот там вот что-то было. Во всех остальных местах, включая все известные разновидности Линукса, БСД и всего на свете, ну, просто было что-то там, что-то с чем-то, и ничего непонятного, и как с этим работать, и что-то как-то. А нормальные во всевозможных фрюнихах в Линуксе, и позже в БСД и прочих там местах нормальная поддержка на уровне операционной системы мультиядерности появляется только вот уже к середине нулевых, да, где-то примерно там начинает все это образовываться. Естественно, какие-то языки догоняли это. Вот Акамель относился как раз к тем языкам, которым приходилось догонять. То есть, он уже был, ему приходилось догонять эту технологию. Вот. Ну, с догонянием сложилась такая довольно сложная ситуация. Сейчас есть библиотеки, которые позволяют реализовывать мегапоточность и параллелизм мультипроцессный. То есть, есть, например, библиотека, которая называется... Ой, забыл, как она называется. Она называется что-то Multiple Map, по-моему, что-то так. Это библиотека, которая позволяет реализовывать алгоритмы типа MapReduce. процесс, когда у тебя задача разбивается на n-цить потоков, и каждый поток стартует в своем процессе. То есть, ты как бы пишешь, ну, ты пишешь некоторый код для этого, потом при компиляции, естественно, у тебя получается бинарник, который вот так вот умеет. Он там, когда надо, форкает нужные процессы. Ну, или когда надо, сам возвращает, соответственно, результат. Да, естественно, ждет их, форкает, ждет их, и потом собирает все тебе, возвращает в нужную тебе функцию. Она получает все, и для тебя, и для тебя, как для программиста, это довольно прозрачно происходит. То есть, такие штуки бывают. Более того, сейчас разрабатывается, ну, вот уже который год, разрабатывается Multicore Account. Есть специальная такая научно-практическая группа, которая этим занимается. Они разрабатывают Multicore Account. Его при помощи APAMA даже можно установить. Даже можно компилировать на нем свои программы, смотреть, как что там все работает. Но единственное, что разработчики Multicore Account честно предупреждают, что, ребята, это пока экспериментальный продукт. Так что, там, ваши любимые ядерные реакторы, пожалуйста, на нем пока не запускайте. Ага. Ну, тем не менее, развивается, да, в общем-то, проект? Да, тем не менее, ну, тем не менее, естественно, ребята не могут миновать эту историю. То есть, потому что, ну, тогда мы просто получим еще один ископаемый, совсем ископаемый язык. Это все тоже, кстати, те же, кто как бы его и поддерживает, вот этот французский, который, Энрия, да? Да, Энрия, Энрия, совершенно верно. Поддерживает Энрия. Ну, подробнее там надо посмотреть на список, который есть. Кстати, что касается французских поддержателей, Энрия и прочих вот этих людей. Все эти люди со страшными степенями докторов наук, они на поверку оказываются очень контактабельными, очень добрыми ребятами. Мне не раз приходилось при разработке чего-то там сложного, через ARC связываться там. Ну, с Лероем я конкретно не связывался, но с довольно именитыми именами из этой истории мне приходилось связываться. Ребята тратили на мои глупые вопросы свое дорогое докторское время и объясняли на пальцах нормально. Слушай, ну это, кстати, приятно, что такое вот теплое отношение и как бы люди открыты, так сказать, помочь даже там. Да, да, это очень приятно, особенно когда ты понимаешь, что у тебя этого ума нет, а у них есть, и они так легко и бесплатно с тобой им делятся. Это замечательно с чем сравнимое ощущение. Вот. Ну вот смотри, давай теперь пройдемся по тому, кто использует окамль прямо сейчас. Давай, давай. Что из окамля есть и что из этого нам известно, а что может быть кому-то неизвестно. Итак, кто использует окамль. Кстати, на сайте окамля, на окамль.org, там есть отдельный такой разделчик, который… Success Story, да, называется. Его можно будет… Там есть два раздела. Есть Success Story, а есть кто использует окамль. Там у них есть два раздела. И там и там можно начерпаться интересных вещей. Итак, смотри, что у нас получается. Первым номером нашей программы идет рожденный в недрах Майкрософта язык программирования F-sharp, который, наверное, неплохо знают ребята, которые работают с .NET-платформой. Ну да, логично. И в .NET у нас есть C-sharp, а есть F-sharp. F-sharp – это от слова функциональный, но создатель этого языка из Microsoft Research, насколько мне изменяется склероз, он, в общем-то, никогда не скрывал, что он взял окамль и адаптировал его, сделал его на .NET-платформу. От стандартного окамля F-sharp отличается тем, что у него обеднен язык модулей. Там просто в .NET-системе маленько по-другому работает вся вот эта же история, видимо, касающаяся модульности. Но, тем не менее, весь функциональный багаж окамля в F-sharp присутствует. И плюс к этому, естественно, из программы на F-sharp ты имеешь доступ ко всей .NET-экосистеме. Что хочешь, пожалуйста. Ну, это то же самое, как там, ну, а-ля, скажем так, Scala и Java, да? Да, Scala и Java, совершенно верно. Или Clojure. Или Clojure, да-да-да. Да, Clojure тоже очень, Clojure очень любит свой язык, именно за то, что там сел и поехал сразу на всей экосистеме джавовске. Вот. Вторым номером нашей программы идет Facebook. Для меня в свое время было немножечко... Ну, видишь ли, я когда работал в телекоме, я писал все эти штуки на камле. Телеком – это очень такая серьезная, нудная работа. Иногда тебе некогда вылезать во внешний мир и смотреть. Но иногда ты вылезаешь из своей пещеры и смотришь, что батюшки, оказывается-то. Оказывается, Facebook в своих недрах имеет очень много акамля. И на акамле у них реализованы всякие штуковины типа, например, огромного собственного тулкита, который называется «Пуф», «П» и три буковки «Ф». Это такой собственный тулкит для работы с тем, на чем они, собственно, все пишут. Они пишут на PHP, на JavaScript. Там некоторое множество инструментов, которые работают именно над верификацией кода, над анализом кода и всякими такими вещами. Далее нам известно, что Facebook создали собственные диалекты PHP и JavaScript. Ну да, Flow и, собственно, как он… Hack. Да, Hack. Да, да, Hack. Flow и Hack. Да, у всех этих языков есть свои сайты. Там все это можно посмотреть. А также можно посмотреть на… нет никакого секрета, все эти штуки выложены в open source на GitHub. Можно посмотреть там… языкометр такой есть в начале проекта на GitHub, да. Ага, да, да, да. Где можно… и там видно, сколько там акамля на самом деле. Вот. Спойлер, много. Вот. То есть, на акамле… а Facebook на акамле делает… вот… использует его для разработки инструментариев по работе с языками. Именно из-за того, что прямо родные, даже из коробочной, уж не говоря о том, что за годы было написано очень много классных и хороших языковых инструментов. И помимо этого, но даже из коробки у акамля есть достаточное множество интересных инструментов, которые позволяют работать с языками. Самое интересное новое, да, что я увидел, сделали фейсбукеры, это они сделали суперсет или диалект акамля, который они назвали ReasonML. Да, у ReasonML сейчас это такое довольно-таки из свежего, так сказать, что сейчас где-то в интернетах летает. Да, да, да. То есть, у него тоже есть свой сайт, он довольно-таки недурно документирован. Я некоторое время думал, что фейсбукеры как-то прячут от людей истинную цель всего этого вселенского заговора, зачем они его создали. Но я всё-таки нашёл, там довольно-таки на поверхности лежит прямо текст Why, где написано, почему они создали этот язык. И написано там довольно-таки лестная для всех акамлеров вещь. Потому что язык настолько хорош синтаксически и лексически и логически, что грех не воспользоваться таким замечательным языком. Тем более, что его семантика, она на 80% совпадает с семантикой всем хорошо известного джаваскрипта. И почему бы нам не взять и не сделать диалект, который, во-первых, будет выглядеть для джаваскриптеров не так страшно, как выбили HTML. Ну, более-менее привычно, ну да. Да, привычно. Ну, то есть, там лексические скопы, например, ограничены фигурными скобками. Ну, почему нет? Запросто. Там выражения разделены точками с запятой. Почему нет? Ну, нормально, пускай. В результате мы получаем язык, который не напугает джаваскриптера. А джаваскриптер, говоря слово джаваскриптер, я подразумеваю вообще, в принципе, такое понятие. Современный веб-программист. Потому что, ну, как бы, джаваскрипт – это такая непросто, знаешь, как когда-то говорили, это такая кровь и соединительная ткань интернета. Да, действительно. Ну да. На нынешний момент, к сожалению или к счастью, джаваскрипт – это действительно плотик кровь интернета, веба. Я прошу прощения перед ветеранами интернета, да, веба. Но, как бы, это такая реальность, данная нам в ощущениях. Джаваскрипт-программистов очень много. На джаваскрипт легко зайти, и многие люди его знают. А поэтому Facebook берет и создает диалект Акамля, который не пугает своим синтексом джаваскриптеров. То есть, синтекс у него такой сродни джаваскрипту. Ну да. И в то же время наследует от Акамля все его вкусные вещи. Это строгость, строгость типов, всю эту систему вывода типов. Кстати, система вывода типов в Акамле такова, что никогда нет необходимости, разве только в очень крайних случаях, нет необходимости писать аннотации типов у функции. То есть, ты объявил тип, и дальше ты пошел, язык в принципе устроен так, что либо программа всегда знает, где у нее какой тип, либо она тебе явно отругается и скажет, что ты не прав. Не понимаю, да, как такое возможно. Да, не понимаю, такое возможно, такое невозможно. Вот здесь вот возьми и исправь. Конкретно тебе там все скажут. Вот. Итак, это мы прошли Facebook. Дальше что? Дальше я нашел интересный очень проект, который называется H-A-X-E. То есть, H-A-X. Это такая open-source инициатива, чем-то очень похожая на ReasonML. То есть, это тоже такой язык, больше похожий на JavaScript, который вот реализуется в виде tools на Акамле, которые превращают его, либо кросскомпилируя его в Акамле и превращая его в бинарный код через это, либо превращают его в JavaScript, тоже, кстати, читаемый вполне… Я, кстати, вот сейчас, пока ты говоришь, да, даже открыл Hexorg, соответственно, и вот там кусочка, ну, кода, да, и он тоже там к JavaScript, ну, прямо совсем var, people, равно там, пожалуйста, квадратные скобки. Да, 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 совершенно верно. Очень привычно. Совершенно верно, совершенно верно. Вот, и ребята там, насколько я вижу, тоже из сайта, ребята делают упор именно на то, что он у них такой вот универсальный инструмент, на котором можно разрабатывать подо всё, что движется. Вот, отчасти так оно и есть. Вот. Следующее слово в нашем списке – это слово докер. В наше время уже многие пользуются докером, а если не пользуются, то хотя бы поглядывали, что это такое. Система контейнеризации приложений и система построения таких вот рантайм-систем из компонентов, как из кубиков, из этих контейнеров докерных. Так вот, докер, он имеет инструменты для разработчиков под виндой и под макосью. Существует такая инкарнация, как докер-фор-мак и докер-фор-вин. Вот в этих инкарнациях есть целые слои, тулкиты внутренние, которые используются, которые написаны на камле. Там используются компоненты из MirageOS, а не чуть-чуть попозже. И всё это является такой дочкой проекта ZEN. Вот все знают такое слово Citrix. Ну, нет, ну, ZEN тоже, ZEN, Citrix, да, конечно. Citrix, ZEN. Вот Citrix и ZEN, между прочим, очень жирно реализованы на Акамле внутри себя. Там на Акамле много, богато и красиво. Если пойти в GitHub, там всё это очень хорошо видно. Опять же, всё это не секрет, не полишенели, а вообще просто на GitHub лежит, можно заходить и смотреть. Ага. Вот. Ну, собственно, уж коль мы заговорили о Citrix и ZEN, правильно произносить всё-таки ZEN. Ну, ZEN, да, согласен. Да, да, да. Да уж, английский язык такой хитрый. Вот ZEN, да, я уже сказал, что там много на Акамле реализовано. И в один определённый классный момент времени ребята из ZEN придумали реализовать на Акамле Unicernal. Unicernal – это тоже совсем отдельная сказка, об этом тоже можно отдельный подкаст делать, всё что угодно. Вот. Unicernal – это такая история про то, что можно сделать приложение, которое одновременно является операционной системой, занимает очень мало места и быстренько стартует в нужном тебе виртуализаторе. Ну, и как бы да, экономишь на всех вот этих прослойках. Да, ты экономишь на всём. А самое главное, ты экономишь на головной боли по части безопасности. То есть, Unicernal – это очень хорошая история про сетевую безопасность. Ну, понятно, чем меньше у тебя всего есть вокруг, то… То есть, у тебя, получается, в Unicernal, ну это опять же, мы сейчас с тобой целую лекцию про Unicernal прочтём, я думаю, этого не стоит делать. В двух словах, тем не менее, да. Можно упомянуть, что в Unicernal у тебя всегда очень маленькая площадь атаки. И как бы весь код в руках, и даже если кто-то проломит твой Unicernal, максимум, что он получит – это проломленный твой Unicernal, у него там не будет ни командной строки, ни системы, ничего. Ну да, да. Вот. Скажем так, в менее КГБшном дискурсе Unicernal – это просто способ создать микросервис, который по-настоящему микросервис. Ну да. Вот. То есть, микро, прям в смысле микро. Прям в смысле запускается за несколько миллисекунд и занимает несколько мегабайт. Ну хорошо, несколько десятков мегабайт. Но не является инстанцем целой операционной системы, внутри с дочками тоже из других маленьких операционных систем и так далее, и так далее. И весь этот многоэтажный авиалайнер люди почему-то называют микросервисом. Unicernal – это больше про микросервис, чем… Согласен, согласен. Вот. Unicernal, который создали ребята из Xen, они назвали его MirageOff. У нее тоже есть отдельный сайтик, там можно посмотреть, там есть и бложек, и очень классные, очень контактабельные ребята, доктора наук, которые все это дело разрабатывают. У них даже какие-то хакатоны проходят ежегодно. В общем, это все очень интересная такая вещь. Люди там живут полной жизнью. Вот. И совсем не знают, что они какие-то странные чайпенцы FP Progress. Вот. Следующая компания, о которой я упомяну, и это, пожалуй, наверное, сейчас будет единственная компания, про которую я упомяну, это финтеховская компания Jane Street Capital. Это трейдерская фирма, которая вот уже почти 20 лет, 17 лет, то есть они организовались в 1999 году. Они сразу взяли на работу программистов-акамлистов. И так их не отпускают до сих пор. И так их до сих пор не отпускают. И 17 лет эти люди делают сложный финтеховский софт, который гоняет их транзакции across the world. Вот. Быстро и надежно. И программисты довольны, и довольны даже трейдеры. Тут поразительная вещь. Я впервые такое видел. Но за что купил, за то я продаю. На страничке Википедии Jane Street написано, что мы в своё время взяли на вооружение язык акамль именно из-за того, что синтакс его настолько хорош, что не программисты, а обычные трейдеры могли прийти к программисту, взять код и, глазами пробежав его, понять, этот код делает то, что им надо, или не то, что им надо. Ну, вот это, кстати, очень такое, мне кажется, прям, ну, как сказать, лучшей похвалы, в общем-то. Да, это какая-то такая мечта DSL, то есть это такой рай для DSL. Да-да-да, когда настолько он понятен конечному потребителю, ну, скажем так, что они могут разговаривать с программистом на одном языке. Да, но, чтобы не обижать программистов, я скажу, что, конечно же, если иметь достаточно таланта и достаточно сильные руки, конечно же, и на акамле можно написать такой код, что его никто, кроме тебя, не прочтёт, а ты таким образом сочистишь инвестиции своей компании, спася твой продукт от пиратов. Никто от Reverse не инженерит, значит, твою историю. Ну, короче, говнокодить на акамле можно. Ну, это можно на любом языке, да, тот как бы. Сам это делал, да, то есть. Итак, Джейн Стрит, вот такая финансовая контора, которая, кстати, к слову, Джейн Стрит вошла в историю акамле, кроме всего прочего, ещё и тем, что она была и до сих пор является таким вот двигателем прогресса в акамле. Именно из-за того, что она впрыснула в акамле большое количество жадных бизнес-задач. Пришлось разрабатывать много, качественно. Ребята полностью написали свою стандартную библиотеку. Она называется Core. И во всех книгах про акамле на сегодняшний день эта библиотека фигурирует как самая главная стандартная библиотека. И в других, и не только в стандартной библиотеке, а ещё в других там местах Джейн Стрит программисты отметились, создав огромное количество и опенсорс кодов и всего-всего. То есть, огромное количество современной акамлевской экосистемы создано программистами из Джейн Стрит. Также именно ребята из Джейн Стрит и самые хорошие щедрые финансисты из Джейн Стрит создали контору, которая называется Акамли Лэбс. Акамли Лэбс – это такая вот сейчас всемирно известная акамлевская, такое гнездо акамлевское, где происходят всякие разработки, где Джейн Стрит финансирует всякие исследования, в том числе, кстати, мультикор Акамли упомянутый, это тоже всё финансируется там, через вот это вот, и разрабатывается под эгидой вот этой Акамли Лэбс. То есть, Джейн Стрит – это такой не только success story, но ещё и двигатель прогресса в этом плане. Ну, молодцы ребята, чего можно сказать. Да. И, значит, last but not least, ну, не совсем, правда, last. Я упомяну ещё два продукта на Акамли, которые хорошо известны. Первый из этих продуктов, хорошо известен математикам и впышникам – это КОК, C-O-Q. Это я честно пытался понять, что это такое, вот, но умные люди мне рассказали, что это на самом деле такая вот штука для математиков, которая помогает им доказывать теоремы, там, какие-то задачи, вот такие вот, такая вот штука. Я очень мало в этом понимаю, я совсем не математик. А вот математики КОК очень любит, и даже хаскелисты дают ему очень большую честь. Вот. И ещё одна тулза – Unison или Unison. Это такая штука, с которой каждый может столкнуться, кто работает, например, с докером и делает там так называемый докер-синг. Есть такая тулза. Она вот в себе содержит Unison. Unison – это такой инструмент для синхронизации файловых систем. Именно файловых систем, то есть не файлов, а именно файловых систем. Ты знаешь, именно файлов, давай вот так вот скажем. Именно файлов. То есть он работает поверх готовой файловой системы, готовых директорий. Понятно. То есть он реплицирует файловые системы не на блочном уровне, а на уровне, и даже не на инодном уровне, а именно на уровне файлов. Но проще всего сказать, что это такой эрсинк на стероидах. Он очень умненький. В кишках у него все те лучшие наработки по кооперативной многозадачности, которых в Акамле есть. Он довольно шустро и умненько. И, занимая очень немного места в памяти, синхронизирует директории между сколь угодно удаленными компьютерами, а может синхронизировать даже две директории на одном и том же компьютере. Это тоже отдельная сказка. По каждому из этих продуктов можно отдельную сказку рассказывать. Вот так мы примерно с тобой пробежались по применению и его success story. Ну да, давай теперь, наверное, знаешь, вот про Акамл говорим-говорим, но все время какие-то вспоминаем другие языки. И тут вопрос сходства, так или иначе, уже мы где-то проводили. Интересно тебя спросить, как вот ты думаешь, ты сам тем более на рубе? Ну да, я что-то дюжину языков указываю в резюме, и мне никто не верит. Да, есть такая проблема. Вот, расскажи, вот по твоим таким ощущениям, может быть, какие-то мысли, рассуждения, да, там, с каких языков проще перейти? Ну вот мы уже там упоминали, да, JavaScript, что он и похож, и синтаксически немножко как бы так понятен, близкий, вот все вот эти там ReasonML, которые… Он даже, понимаешь, он, да, он похож даже не синтаксически, он похож смыслово. Ну, смысл, да, такой какой-то смысловым таким вот подходом. Вот там ReasonML вот эти все, да, так сказать, Hex, они вот как раз-таки такие, знаешь, по сути, такой мост вот между совсем и близким, то есть совсем как-то. Да, это скорее такой оптимистичный способ использовать все вот эти штуки. Да, да, да. Ну вот, может быть, про какие-то другие, то есть, или вот, ну, какие-то твои такие мысли, ощущения? Мысли, ощущения довольно интересные мысли, ощущения, потому что в первую очередь, с чем ты сталкиваешься, когда ты приходишь работать на функциональный язык, ну, функциональный, на совсем функциональный язык, который не является JavaScript'ом. Я очень уважаю JavaScript за то, что JavaScript – это такой очень хороший функциональный язык, про который почти никто не знает, что он функциональный язык, и тем не менее, там, миллионы программистов программируют на функциональном языке и даже не знают, что они FP-шники. Не, ну, ты знаешь, к слову сказать, на самом деле, JavaScript в этом плане, в последнее время все-таки вот эта тенденция Rx, Rx, ну, вот, реактивная, вот это все, оно довольно-таки набирает обороты, даже в JavaScript'е прям вот ощущается, как там и библиотеки появляются, и люди там на всяких каких-то конференциях начинают про это рассказывать и… Да, совершенно верно. …спрашивают, то есть даже вот у меня, знаешь, вот удивительно, но у меня там есть там одна небольшая библиотечка на JavaScript'е, да, и там уже ей там довольно-таки какое-то продолжительное время, я ее там поддерживаю, потихонечку развиваю, как-то так, так сказать, свободно от работы время, что называется. И тут пришел товарищ, говорит, слушай, а что, говорит, хочу, чтобы она Rx, значит, чтобы она обзоров был, возвращала, а то как-то мне тут неудобно, понимаешь, вот так, ни с того, ни с сего, и вот, то есть, вот пример, что даже в JavaScript'е есть такое. Совершенно верно. Более того, я даже скажу так, что в наше время нету практически ни одного языка, который в той или иной мере не усвоил бы хорошо каких-то функциональных примитивов, каких-то функциональных конструкций. Вот, например, в Ruby есть лямбды, пожалуйста, анонимные функции, которые можно... В Ruby есть такое понятие, как блочный синтексис, то есть, фактически это работа с теми же самыми анонимными функциями, их передача из метода в метод и работа с их результатами и с ними самими. То есть, существуют функционально образные какие-то библиотеки и надстройки фактически сейчас везде, там, и на Java, и на Perlet, и тем более на Python, не говоря уже о JavaScript'е, который сам в себе, как бы. Он, собственно, и зародился, как некое такое... Из истории JavaScript'а нам известно, что его родители рожали его как то впечатление, которое у них было от языка схема. Язык схемы – это всего-лишь-навсего один из LISP'ов. А LISP – это и есть функциональная программирует. Ну да, да. Поэтому, как бы, что прибедняться? Практически нет сейчас языков, в которых не были бы реализованы функциональные инструменты. Но, тем не менее, когда ты входишь в язык, который тебе декларируется как по-настоящему функциональный, я так и говорю, функциональный функциональный, тебе, как правило, приходится сталкиваться либо с LISP'ом, это либо клажура, либо common LISP, либо что-то ещё такое, либо тебе приходится сталкиваться с тем или иным ML-языком, а у них немножечко синтаксис сначала пугает. Ну, если ты уж сильно привык, например, к JavaScript'у, то он может тебя синтаксис испугать. Там нету фигурных скобок, да и круглых немного. Там аргументы к функции всегда идут через пробел, а не через запятую. Но по опыту скажу, что к этому довольно быстро привыкаешь. В моём личном случае период времени, который прошёл между взятием мануала впервые в руки и первым диплоем на прод, это где-то было две недели. Ну, нет, небольшой срок совсем, совсем небольшой. Да. То есть, заехать было достаточно просто. Если человек знает JavaScript, то заехать... Я не знал JavaScript в тот момент, когда я заходил на аккаунт. Я знал только Perl в тот момент, хорошо по-настоящему. Ну, Perl и C, да. Но, тем не менее, заехал и даже не споткнулся. А я не самый умный программист в этом мире. Поэтому здесь я считаю, что Акамли – это один из языков, у которых, во-первых, достаточно приемлемый порог входа. Сразу могу сказать, что не нужно быть PHD для того, чтобы писать на Акамле. Для того, чтобы хорошо писать на Хаскеле, нужно быть PHD. Сами хаскелисты, они и шутят, что Хаскель – это PHD-linguage. А вот Акамли – это не PHD-linguage. Это, скажем так, Акамли – это язык, который математически образованные инженеры создавали под себя. И там есть, конечно, и математика, но инженерности в Акамле больше. В частности, в том, что он не чистый, он не ленивый, он не чисто функциональный, а он такой смешанный. Язык – смешанный парадигма. Ты на Акамле можешь писать, что хочешь. Как ты привык? Привык писать функционалку чистую? Пиши чистую функционалку. Хочется монада? Вот тебе монады, пожалуйста. Хочешь писать объектно-ориентированные программы? На здоровье. Отдельный объектный язык есть? Пожалуйста. Хочешь писать процедурщину? Ну, пиши процедурщину. Какая разница? Ну, не передавай функции из функции в функции. Вот. Поэтому стоит или не стоит с каких-то языков переходить на Акамле? Ну, во-первых, это вопрос, конечно, бизнес-задачи. Вот. А во-вторых, ну, нужно просто не пугаться той проблемы, которая неизбежно всегда будет возникать при изучении нового языка. Это, да, конечно, он будет другим для тебя первое время. Но к этой другости очень быстро привыкаешь. И, в общем-то, она тебя не пугает, не ломает твой мозг. Ну, тут, опять-таки, я так понимаю, все еще очень такой большим подспорьем является хорошая документация ко всему этому делу. Да, спасибо, что ты мне напомнил. Я всегда собираюсь об этом сказать и всегда забываю. Дело в том, что, да, документация у Акамле настолько хороша, что, в принципе, ее просто можно читать как книжку. То есть, нам повезло создать языка не просто французские ученые. Значит, есть британские ученые, французские ученые. Это, кстати, хорошо, что это не британские ученые. Ну, как все сказать. Вот Стивен Хокинг тоже британский ученый. Ну, ничего, никто не жалуется. Проблема в том, что, да, проблема в том, что это оказались не просто французские ученые даже, а очень хорошие французские ученые с очень хорошо подвешенным языком. И, собственно, сам мануал по Акамлю, по-моему, его, кстати, к Савхиле Рой писал. Ну, не буду лезть сейчас долго. У нас будут потом в конце список ссылок ко всему этому, когда подкаст будет опубликован. Конечно, конечно. И там всё это, естественно, будет. Можно почитать. То есть, мануал очень хорошо постадийно написан. Он идёт от общих абстрактных понятий через объяснение синтаксиса к более сложным. От простых примитивов функциональных через запятую, через простые примитивы императивные идёт развитие в сторону каких-то сложных объектных систем, синтаксических систем, ещё чего-то. И, почитывая мануал, он очень хорош и как справочник. И, кстати, в стандартной библиотеке тоже хорошо очень задокументированно входит тоже в общий мануал. Он тебе хороший как справочник. Всегда можешь подглядеть. И он тебе хорош и для понимания самой идеи языка. И на нынешний момент я даже не знаю. Ну, не то чтобы про Акамель писалось много разных книжек. Хотя, если зайти в раздел книжек на сайте Акамеля, там их будет прилично. Но если сравнить, например, ставшую уже классикой, вышедшую в Орейле книжку Real World Акамель, а на русский язык она переведена и издана, по-моему, Питер Прессом. Ну, скорее всего, потому что... Называется программирование... Да, 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 совершенно верно. Очень, кстати, хороший, качественный перевод. Называется программирование на языке Акамель. Такая рыжеватого цвета книжечка. Она продаётся, кстати, по-моему, даже в книжных магазинах её можно найти. Очень хорошая, умная, приятно написанная, даже иногда с юморцом, книжечка. Но для меня до сих пор является большим вопросом, какая же книжечка всё-таки лучше. Real World Акамель или, собственно, родной старый добрый мануал. Уж настолько хорош этот мануал. Поэтому всем рекомендую. Да, то есть мануал вполне себе идёт просто как хорошая книга, собственно, по языку. Понятненько. Ну, что ещё? Давай, наверное, расскажи немножко про всякие инструменты, ну и вообще, скажем так, экосистему вокруг языка. То есть мы уже там упоминали всякие пакетж-менеджеры, да, вот какие-то там бандлеры, но что тут есть ещё такого, так сказать, какого-то интересных вещей, полезных? Ну, смотри. Что интересует в наше время людей? Людей интересует веб-девелопмент. Веб-девелопмент – это компания Oxygen. Не знаю уж, компания это или не компания, или что-то. Team, Oxygen Team. Ну да, что-то такое. Есть такой сайт Oxygen.org. Это история про веб-девелопмент на Акамле. А там живёт целое семейство библиотек и фреймворков для веб-разработки под Акамлем. Причём там очень интересная парадигма используется в этой разработке. Там можно писать код достаточно линейно и указывать, что вот данный кусок кода у тебя будет исполняться на клиенте, а вот данный кусок кода на сервере. И вот этот нужный тебе кусок при компиляции он превратится в загружаемый в клиента JavaScript, который поедет туда и там выполнится. Если надо, он сам чуть ли не по веб-сокету не буду врать, сам не испытывал. Чуть ли не по веб-сокетам он сам организует по собственному API. Слушай, ты знаешь, мне чем-то отдалённо напомнило ГВТ, который Google Web. Да, знаешь, что-то в этом есть. Да, что-то в этом есть. Впрочем, в общем-то, те, кто заинтересуется этой историей, фреймворк называется ELEOM, сайт называется oxygen.org, там он красивый, симпатичный, там можно всё это найти. Там всё это есть, всё это задокументировано. И даже свои собственные success story есть, какие фирмы используют эту историю. В результате, да, на выходе у нас получается веб-приложение шустренькое, с собственным скомпилированным бинарным сервером. И валидно работающие в руках. Также это вот в этой экосистеме, вот в Oxygen, там есть такая замечательная библиотека, как LVT, LWT. Это библиотека lightweight threads для Акамль. Это очень хорошее, хорошо документированное, как и всё в Акамле, хорошо документированное библиотека для работы с кооперативной многозадачностью. То есть, можно создавать, там монадный синтаксис используется, используются комбинаторы, и там можно довольно неплохо описывать и программировать условно-параллельно выполняющиеся потоки и взаимодействующие друг с другом потоки. Которые типа Light Threads, Green Threads. Да, совершенно верно. Green Threads, Lightweight Threads, их по-разному называют. Единственное, что, конечно, в Акамле сохраняется GIL, Global Interpreter Log, и надо иметь это в виду. Но, что касается, когда ты разрабатываешь приложение на фреймворке ELEOM, веб-приложение именно, там вот эту всю механику распределения твоих вычислений по ядрам берёт на себя фреймворк. И эта машинерия, она от тебя там спрятана. Ты можешь разрабатывать, у тебя, ну, как вот Ruby on Rails программисты разрабатывают, я вот сам Ruby on Rails программист, я разрабатываю, я не сильно задумываюсь о том, в каких тредах у меня там что, бегает, а оно там бегает. Ну, понятно, да. Ну, это то же самое, как всякие там а-ля Гурутины, ты, в общем, их заюзывал, они там сами у тебя пока потом... Да, совершенно верно. Совершенно верно. То есть, если посмотреть на вот эту библиотечку LVT, там, допустим, знаток Go и Гурутин увидят там много знакомых вещей, то есть, все эти композиции, композиции тредов, какие бывают, они там реализованы. Вот. Это что касается веб-программирования, да. Есть, если там, ну, это идти можно на сайт опам, там смотреть. Есть библиотеки, специальные инструменты для разработки КЛИ-программ. Командлайн-утилит. Для этого Акамель вообще очень хорош. Я вот в свое время именно это и разрабатывал, да, Командлайн-утилиты. То есть, мне нужна была, например, утилита, которая, например, лезет по Телнет-протоколу на маршрутизатор Cisco Systems, выгребает оттуда ту его кучу текста, быстренько все это дело парсит и в одном потоке быстренько превращает все это дело в XML и пишет в бэкап на диск, а в другом потоке очень быстренько все это дело швыряет, значит, в несколько стволов швыряет все это дело в Postgres. Вот. Вот такие штуки реализуемы. Вот. Есть очень хорошие такие мини-фреймворки в библиотеке. Ну, Акамлеры не любят слово фреймворк, там не прижилось. Но в целом, да, получается, нет такой фреймворк, на котором ты можешь разрабатывать клип-приложения. Очень-очень уютно. Причем у них образуются у этих приложений, которые ты разрабатываешь, встроенная документация, которая еще и в нескольких форматах, может, в граф-формате, ну, в формате стандартного мануала, Unix, выказываться, выказываться, а может просто показываться в плейн-тексте. Замечательно. Замечательно. Есть, пожалуйста, и про это. Существует отдельная история про Unicernal программирование на Акамле, это вот упомянутая сегодня Mirage OS и огромный инструментарий, наработанный там. Ну да, для тех, как бы чуть больше, что Mirage OS это именно такой, по сути, как они сами пишут, некий фреймворк, то есть... Да, 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 это фреймворк для разработки Unicernal Это не только какая-то операционная система, это именно некий такой фреймворк, который позволяет тебе заимплеметить твой, так сказать, твой бизнес-код, а дальше всю работу по, так сказать, запуску всего берет на себя. Да, конечно, да, конечно. Вот. Что еще мы могли забыть? Кли вспомнили, веб-девелопмент вспомнили, финтех и то вспоминали сегодня. Ну да, да. Что еще может понадобиться современному программисту? Ну, конечно, какие-нибудь совсем такие уж приземленные вещи, типа там IDE-шки, подсветки, синтаксис, там вот это... А, это да, это... А, да, конечно, 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 как я мог забыть. Все есть. Значит, есть моды, соответствующие, под Vim, есть моды под Emax, я лично предпочитаю работать на Emax, ну, как так получается, что у Emax вообще все очень хорошо, когда речь идет о национальном программировании. Вот. Есть и интегрируемые и с Emax, и с Vim тулза, которая называется Merlin. Прямо можно загуглить, а камель, Merlin, сразу попадешь на эту тулзу. Это такая штука, которая на лету, она подключается плагином к редактору, и на лету тебя анализируют типы, там, все, в общем, позволяет тебе прямо на лету все, если надо, рефакторить, браузить код, щелкаться между имплементациями и объявлениями, предсказывать типы, предсказывать ошибки компиляции, нажимаешь хот-кей определенно, он сразу подсвечивает кусок текста и говорит, что вот здесь тебе компилятор вот такую-то ошибку выкинет, ты, собственно, чинишь ее, чинишь ее прямо там. И самое полезное, что, конечно, когда ты работаешь с языком, который работает с Хиндли-миллером, то есть, обязательно выводит типы, тебе всегда полезно узнать, какая у тебя, какого типа у тебя данные конкретно, это конкретное выражение. Вот там все это можно подсветить и подсмотреть. Естественно, очень хорошее эргономичное репл от Улза есть, собственно, ну, собственно, сам родной из коробочной окамлевский ТОП. Программа называется ТОП от слова ТОП-левел. Она не очень красивая, хотя тоже вполне себе. Будучи интегрированной в ЕМакс, она очень даже хороша, даже с подсветкой синтаксиса. А существует отдельная тулза, которую тоже ставят себе сразу все, кто разрабатывает на окамле. Вот можно, у меня есть блог на медиуме, ссылочка на него тоже будет, где я по-английски, правда, рассказал, как быстро на маке развернуть девелоперскую среду для окамля. Там вот это все есть. Вот это есть программочка УТОП, называется. УТОП, она не не в русском смысле, а в смысле МЮ, МИКРО, МИКРОТОП, то есть. Ага. Вот. Почему автор выбрал это название, я не знаю, но тулза очень удобная, такая тоже вся с подсветкой синтаксиса, вся себе, рубисты могут себе представить это как такой окамлевский вариант, ну, наверное, как у нас в рубе это называется. Вот и догнал меня склероз на ночь глядя. Ну, не важно. Да, не важно, конечно. Важно то, что мы сейчас говорим вот об этом. Память у меня заточена сейчас только под окам и в настоящий момент времени. Мы переключили эту моду. Вот. Есть вот этот замечательный УТОП, который очень классно все подсвечивает и подсказочки делает контекстные. и все на свете. То есть, можно... То есть, для разработчика на самом деле все те 33 удовольствия, которые мы имеем на любом цивилизованном другом языке программирования, у нас есть. Конкретных специализированных сред разработки и дэшек, в смысле, я пока нормальных не видел. Время от времени возникают какие-то попытки в комьюнити это все дело образовать. Ну, да, я вот посмотрел, там видел, что даже какой-то там плагин для IntelliJ, в общем-то, есть, но там, насколько он хорош-плох, уже, так сказать, отдельную историю умалчивает, но тем не менее. Ну да. Вот, ну, я, видишь ли, я уже очень стар, видимо, для того, чтобы любить еще IntelliJ, хотя IntelliJ я хорошо знаю и, в общем-то, она меня во всем устраивает, кроме того, что за нее надо платить деньги и то, что она зажориста. Не, ну, она там бесплатна для open source, так что, они, в принципе, тоже молодцы ребята. Да нет, молодцы, безусловно. Не могу, не могу никак упрекнуть ребят в том, что они плохо делают свое дело. Нет, они делают свое дело замечательно, и идея у них по-своему превосходна, но я очень привык к своему Emacs и очень его люблю. На Vime я работал довольно долго и тоже много, и еще до Vime я работал на VI просто, который без Emo был такой. Ну да, да. Вот, то есть приходилось и так, всяко, ну вот Emacs мне нравится больше всех, а под Emacs традиционно очень хорошо всегда, видимо, очень много функциональных программистов работает именно на Emacs, вот, и именно этим объясняется то, что в open source для Emacs очень много классных тулс для множества языков, именно таких вот FP-шных, там и для Haskell очень хороший тулсет, вот, и для Acamla, для Emacs очень хороший тулсет, поэтому я бы как бы вот прям рекомендовал прям вот заходить в Acamla с Emacs, но если, но если человек уже привык и в пальцах у него живет Vim, то, пожалуйста, под Vim тоже все есть. Понятненько. Слушай, ну, дальше, наверное, хочется, наверное, все-таки такой философский вопрос, который задать, как ни крути, это вот, как все же ты думаешь, почему язык не получил такого вот широкого распространения, ну, потому что так вот ты рассказываешь, у тебя все вкусно, интересно, ну, FP в принципе вещь такая, она не очень простая, да, то есть как бы... Раз вы такие умные, что же вы с троем не ходите, да. Да, такой вопрос бывает, но я бы его отнес уж действительно к вопросам философским, потому что, потому что, да, язык не хайповый, да, язык нишевый во многом, то есть он очень любит какие-то свои такие вещи, вот, но, как тебе сказать, вообще для программистов вопрос, для программиста, который хорошо въехал и заспециализировался на каком-то языке и в какой-то конкретной специальности, довольно больно бывает осознавать, что существует жизнь где-то еще и вне его специализации. Вот, по жизни я больше живу в веб-деве, да, сейчас последние 10 лет своей жизни, да, я больше пребываю в веб-деве и привык уже к веб-девовской среде, к веб-девовским проблемам, к веб-девовским толкам, тусовкам и даже к тем напиткам, которые обычно пьют веб-девы. Вот. Тут, кстати, вопрос, что же пьют в акамовской среде? В акамовской среде пьют пиво. Это, знаешь, акамовская среда – это среда, на настоящий момент, это среда таких добрых семейных юникс-программистов, у которых уже взрослеют дети, у которых или уже взрослые совсем дети, уже есть внуки у многих акамоверов, ну, языку 40 лет, боже что мы. Понятно, понятно, да. Люди еще по старинке сидят в ВРС, конечно же, никаких там современных телеграммах и прочих. Да, действительно, по старинке, действительно, действительно, по старинке, действительно, в ВРС, вот. Просто тут уже появилось даже, мне кажется, не одно, там полтора-два поколения людей, которые не знают, что такое Ирка, то есть, как бы ты им говоришь, там Ирка, какая Ирка там. Какая Ирка, да. Это только люди того поколения понимают сразу, что имеется в виду. Ну да, ну да, ну да, мы-то, видишь ли, мы учились работать на железе, которое по мощности было чуть слабее, чем современный сотовый телефон, вот, и при этом ни в чем себе не отказывать, еще прикалываться и получать от этого удовольствие. Вот, на современных мощностях, конечно, уже и технологии общения совсем другие. Ну, конечно, конечно. Вот, а вот сообщество Камлевское во многом, да, живет в АРСи, и даже в более архаичной штуке, которая называется списке рассылки. Да-да-да, это тоже сейчас современному такому программисту тоже, в общем-то, несколько чуждо. Да, мало кто из современных энтузиастов Питона знает, что самый лучший мейлерский софт всех времен и народов Mailman, это офигительная совершенно мощь, мощнейший сервер вот этих списков рассылки, это была одна из первых мощнейших вещей, реализованных на Питоне. Прям, я бы сказал так, это был такой софт, который Питону проложил дорогу вообще в серьезный мир. Вот, на этом Mailman есть множество, точнее, не множество, а несколько списков рассылки, полезных для Камлеров. Вот. Ну, естественно, народ не отстает от цивилизации, и сайты, и гитар, есть несколько гитар-каналов, посвященных там каким-то АКМЛ-проблемам. Вот. То есть, все это тоже есть. Слушай, а насколько вот, в принципе, велико вообще сообщество? то есть, как бы, вот там французы, да, окей, они там, которые разрабатывают, движут, все здорово, а вот там, ну, если говорить там, например, про русскоязычное сообщество, оно в каком-то виде, вообще-то, что-то знаешь, там есть в каком-то... Ты знаешь, знаю очень мало об этом, знаю очень мало, но я не знаю, то ли я знаю очень мало от того, что, как и все нормальные программисты, я немножечко интроверт и социофоб, да, это, конечно, шутка, но тем не менее, ты сам, будучи программистом, представляешь, как бы, что тебе гораздо уютнее со своим кодом, чем с толпой народу. Вот. Может быть, из-за этого, может быть, из-за того, что действительно акамли-программисты, это такие вот суровые гномы интернета, которые сидят в своих пещерах и что-то там лобают, это все работает, и никто не знает, что это все работает на акамле. То есть, мы сегодня пробежались еще, потому что на акамле работает очень много всего. Ну да. И даже интернета. Сколько зена работает в Амазоне. Все это на акамле. Коль, кстати говоря, тут всякие вспоминаем былое, то, собственно, надо еще вспомнить ML-данки для тех, кто из того поколения должны знать, что это значит. ML-данки, да. Это такой был, это, ну как был, он до сих пор есть, его даже можно поставить и запустить, и даже работать будет. Между прочим, это файлообменный клиент такой был такой еще до битторрента. Да, да, да. Был такой файлообменный протокол Кадемлия, он же Еданки. Еданки, точно, точно. Такой протокол всех времен и народов. А ребята умудрились поверх этого протокола реализовать еще DHT, distributed hash table, и именно на клиенте ML-данки довести все это до ума, что оно даже работало, и ох, сколько всего было качано-перекачано. Да, да, да. Вот, это мое оценочное осуждение, и в прокуратуре я буду все отрицать. Вот, так что да, да, вот, кстати, в Акамле много вот эта вот штука ML-данки, Акамле в свое время протарило дороги, потому что люди вдруг поняли внезапно, что это можно использовать. Слушай, ну, вот тут, кстати, да, сразу, знаешь, какой еще вопрос напрашивается от комьюнити, ты говоришь, что оно небольшое, но там язык интересный, стоит посмотреть, но вопрос сразу, такой, вот, да, хорошо, я там посмотрел, в принципе, поизучал, вот он мне понравился, но есть ли возможность, с одной стороны, где найти применение этим знанием, то есть, ну, кроме какого-то open source проекта, имеется в виду бизнес-прикладных задач, то есть, да, есть, конечно, этот сам там Jane Street, но туда так, наверное, вряд ли просто прийти и сказать, ребята, я тут вот начал два дня назад писать на Акамле, возьмите меня к себе, да, а с другой стороны, если затевать что-то, то, опять-таки, где брать-то программистов, вот, если он такой достаточно нишевый и вот не такой большой комьюнити? Ну, я бы так, я бы скорее дал стратегический, чем тактический совет здесь, потому что я сам ни разу не рекрутер, ни разу в жизни не нанял ни одного программиста на Акамле, вот, кроме себя самого, вот, но я бы смотрел сейчас в сторону вот этой вот истории про, либо про Хейкс, либо про ReasonML, потому что у меня есть сильное подозрение, что такой инструментарий, который разрабатывает и интегрирует у себя Facebook, вряд ли является совсем уж бесполезным, и наверняка что-то там и для бэкэндеров, вот, если говорить о веб-девелопменте, и для бэкэндеров, и для фронтэндеров, и даже для дэйта майнеров, да, для них есть там что половить, вот, потому что история это развивающаяся, насколько я вижу. Да, ну и тут Facebook, опять же, такая компания, которая все, что она, так сказать, там выкладывает, тут, знаешь, народ, так сказать, неважно даже, там, по большому счету, хорошо, плохо, как, а если хорошо, так втройне, то есть, как бы, просто за счет большой массы вот этой, да, информационности. Ее приходится, да. Туда всегда приходят, всегда приходят, вот там тоже самое, там React, который мы, да, вот это же просто. Найди сейчас джейсника, который не знает, что такое React, а ведь тоже когда-то говорили, что, боже мой, что-то там опять нам Facebook странное придумало, из-за того, что им лень перерендеривать, значит, кусочки формы. Да-да-да-да-да-да-да. Вот. И, кстати, да, Reason имеет собственный слой взаимодействия с React, он что-то там как-то... Ну, тут, да, это логично, что, безусловно, они как бы скрестили, и, в общем-то, наверное, правильно, и, в принципе, молодцы, тоже такой, как еще один, одна такая плюшка, ну, в смысле, плюсик, да, галочка в сторону, Там интересно, вот в этом, с практической точки зрения в истории с Reason интересно именно то, что Facebook уже сейчас позиционирует это как такой мощный инструмент для этих, для джаваскриптеров, и даже в мануалах специальные там целые абзацы пишут, что, дорогие джаваскриптеры, пожалуйста, не пугайтесь, не бойтесь, вся эта штука, она только, она только, она только, у нее только название страшное, а на самом деле она вот спокойно ложится, интегрируется с вашим любимым NPM, боуэром совсем на свете, и все это у вас как бы заведется и побежит и будет работать. Ну, да, 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 да. Поэтому я бы с практической точки зрения вот с WebDev я бы заглядывал вот в эту сторону. Ну, и, конечно, вот тоже был у меня недавно довольно полезный опыт, я съездил на IT-тусовку в Питер, это ГМ, IT Global Meetup в Питере был весной. Ага. Вот, я там повыступал немножечко про Unicernal на FP-секции, вот, и я увидел, что существует огромное количество, это очень полезный экспириенс, я считаю, все должны его получить, так или иначе, что существует огромное количество неподозреваемых совершенно нами программистов, которые живут в своих огромных областях, например, там, ребята живут дейтамайнингом, например. я имею в виду вот то, что называется бигдейта, вот это вот все. Я по старинке называю это вот термином из начала нулевых, дейтамайнинг, было такое понятие, копка в данных, вот, или добыча данных, как там это хитро называлось все. Вот, ребята живут в бигдейте, все, и там тяжелый, такой тяжеловесный FP, там, там что только нет, там, начиная от, начиная от хаскелей каких-то собственных самописных языков, а есть отдельная экологическая ниша люди, которые пишут софты для суперкомпьютеров, они просто там тоже из того же Акамля и прочих там разных вещей создают создают языки программирования для того, чтобы управлять там массивной многопоточностью на этих самых на суперкомпьютерах. Вот, и эти люди встречаются с тобой и, знаешь, такие возникают такие прикосновения друг к другу инопланетян. Типа, чувак, ты откуда? Я говорю, я из веб-дева. Ой, а веб-дев что, еще живой? А там, что-то происходит? Это, знаешь, это как веб-дев приходит, типа, ой, у вас там в дейтамайнинге что-то до сих пор еще это есть? Кто-то живой там что-то? А, еще какие-то суперкомпьютеры стоят? Где? В МГУ? Да-да, Бесмы еще разве живы, да? Ну, Бесмы это вообще отдельный вопрос. Нет, я имею в виду суперкомпьютеры современные, я понимаю, я помню. Типа, биовульф-кластеров вот этих на Линуксе уже, которые делают сейчас, да, на них, но под них тоже делают специальные языки, специальные абстракции и так далее. И вот эти, значит, мы такие выходцы из разных миров соприкасаемся друг с другом, типа, о, да, у вас оказывается так и так, и сяк, и сяк, и сяк. Когда ты понимаешь, что существует огромное количество программистов, которые не представляют, как ты, бедный, болезнный, в своем питоне или рубе или джава-скрипте не знаешь толком, какой тип у тебя сейчас выродится вот из этого вычисления, вот, и сочувствует тебе же, господи, наверное, у вас там столько рантаймов. Ну да ладно, мы зато изобрели подсистему тестирования, они такие, тестирование, ну и как интересно, а это что такое, зачем? И вот начинаешь рассказывать, да, то есть ниши, они приходят и уходят. Вот что я хочу, хочу сказать, пафосное такое обобщение сделать, что ниши, они приходят и уходят, да, и бизнес-задачи, они тоже приходят и уходят, а мозги мои любимые, они у меня, значит, мои одни, и я хочу, чтобы они всегда были готовы к той задаче, которую им завтра подкинет жизнь. И вот я считаю, что языки рода Акамля и вообще возможность, именно из-за того, что язык мультипарадигмальный и позволяет тебе мыслить в разных совершенно плоскостях, и в объектной, и в функциональной, и в процедурной, какой захочешь. Такие языки очень здорово прокачивают мозги, и опыт, который на них приобретается, очень хорошо помогает тебе потом в каких-то более жизненных задачах, более ежедневных. Слушай, ну, такая мысль, мне кажется, просто шикарная, просто такая точка в этом выпуске будет, прям, мне кажется, даже добавить нечего, понимаешь, настолько... Точка с большой буквой Т, да. Я только со своей стороны хочу тебе сказать спасибо просто за интереснейшую такую беседу, рассказ про Акамля. почти ничего я не рассказал. Да. Ну, очень рад, что тебе понравилось, и надеюсь, нашим слушателям тоже. Надеюсь, что нашим слушателям тоже все же это понравится, поэтому в очередной раз напомню, что, друзья, не стесняйтесь писать комментарии, замечания, высказывать ваше мнение, оно всегда важно, и, в общем-то, без него, наверное, будет несколько грустно. Что ж, всем спасибо, что были с нами. Паш, тебе еще раз спасибо, и до новых встреч. Тебе огромное спасибо за приглашение, возможность поболтать на любимую тему. Все, пока-пока. Пока.